В городе Мардо представители местных властей и российский посол поздравили с юбилеем участницу Таллинского перехода, участницу обороны Ленинграда, 95-летнюю фронтовичку Ольгу Агаповну Пугину. Не вообще особый день. У нас в стране отмечается день военно-морского флота. Вся страна празднует это событие, но ведь жизнь страны складывается из жизни отдельных людей. И вот вы достойный пример жизни нашего старшего поколения. Я знаю, вам много пришлось поведать. Ну, товарищи, давайте выпьемте за мое 95 лет. Только стоя гусары пьют. Ну, я-то буду сидеть. Вы-то сидите. Я пока стою так, знаете. Ваше здоровье. Счастья и здоровья вам. И за ваше здоровье, чтобы вы были тоже здоровы. Мы на вас будем равняться. Равняться будем на вас. Да, а я равняюсь на мою маму. Она сто лет прожила. Молодому поколению надо жить. Трудности не бояться. Да, и трудности не бояться. А трудности еще впереди. Я думаю. Но у меня, знаете, как говорится, может быть, уже старый ум. Но я думаю, что трудности будут. Будут. Ольга Агаповна, ваш прогноз на будущее. Будет война, не будет война. Будет все мирно. Говори честно, что ты думаешь, бабушка. Я думаю, что да. Она небольшая будет, но будет. Мне кажется. Вот наша задача не допустить. Вот именно что наша задача. Ваша задача. Моя уже, знаете. И то я... Меня сестра все время ругает. Что ты там утром читаешь? А как же? Я говорю, я должна знать. Да, сегодня у нас особый день. Двойной праздник. Один праздник. Это праздник в масштабах всей страны. День военно-морского флота. Который мы тоже сегодня и здесь, находясь в Таллине, отметили. Но, как я уже говорил, жизнь в стране складывается из жизни отдельных людей. И вот сегодня мы находимся в гостях у Ольги Агаповны, представители того, уже, к сожалению, основательно прореженного временем поколения, за спиной которого, это нам особенно сейчас видно, героическая жизнь. Пришлось много пережить. Это, как мы знаем из биографии нашего сегодняшнего юбиляра, это и Таллинский переход, и блокада Ленинграда, и сложные годы послевоенного восстановления. В общем, на долю этого поколения пришлось немало, но поэтому и мы правомерно называем его героическим. Сегодня мы еще и еще раз говорим, крайне важно, чтобы эти люди рассказывали о том, что они пережили, поскольку пока они живы, сложно распространять неправду о тех событиях. Они живые свидетели тех времен, и важно, чтобы они делились, особенно с молодежью. То, что пришлось пережить, а для молодежи это призыв предпринимать все усилия, чтобы не допустить повторения этих страшных событий прошлого. Поэтому мы с особым чувством приехали сюда сегодня, с особым чувством поздравили Ольгу Агаповну, пожелали ей еще долгих-долгих лет жизни. Мы условились встречаться не только теперь каждый год, но и ждем ее столетия. Тем более, как она сказала, ее мама дожила до 100 лет. Мы, можно сказать, ловим ее на слове и с особым удовольствием поздравим ее с этим юбилеем. Но для этого надо еще пять лет достойно прожить ее. Вот такие чувства мы испытываем, находясь здесь.